Всем салям! Находимся в Малайзии. Это Анатолий, я Кирилл. Находимся в Малайзии на выставке В общем выставка халяльной продукции, здесь есть в основном еда, какие-то сервисы, нон-фуд есть, значит как-то так вот, значит два павильона больших, ну там конечно больше павильонов, но по факту два больших павильона, один из них более стандартный, другой менее стандартный, скажем так, эксклюзивный, если можно так назвать, прикольная Малайзия, первый раз мы здесь, очень интересно, тебе как Малайзия? Очень понравилось, очень красиво. Вон пот уже течет, сейчас пойдем сгонять быстренько калории и потом пойдем гулять в Мал. Все, всем салям! Так в итоге что решили с пальмом масла? С пальмом масла в итоге нет, оно полезное, но как любое масло в больших количествах, просто нужно в умеренном количестве его употреблять, потому что там говорят, что это техническое, это там машинное, абсолютно нет. То, что из него мыло производят, да, из твердой фракции, как стиарин, например, производят мыло, потому что это тоже жир из странных, он уже производит, и из животного жира. Никто об этом ничего не говорит. Некоторые американские компании уже пошли на то, чтобы смешивать пальмовое масло со своим. Запатентировали название Balance Oil, сбалансированное масло. Убедили, что оно лучше по качеству, тогда давайте немножко ваших лучших качеств добавим в наши, не столь хорошие качества, и будем продавать как сбалансированное масло. Вышли из выставочного центра, согласовали за стройку, косяки. Как всегда, с застройщиками говорить очень сложно. Языковой барьер у них с нами. У нас-то с ними нет, а у них с нами есть, потому что национальная культура дает о себе знать. В принципе, хорошая погода сегодня, солнечно, не так влажно, как обычно, как нам говорят люди. Сейчас мы идем к себе в отель. Студим. Чем мы за негативили вообще, я не помню, я так каждый день негативили, такая замечательная эта погода. Чем дольше живут, тем меньше на позитивно начинаешь обращать внимание. Видимо, уже приживаешься уже хоть что-то, чтобы было получше, поэтому начинаешь замечать негатив. Это да. Сейчас сверху почитаешь про новости, что наоборот не появится. Это вообще уже убивают. Ну а что сверху читать? Ходили в дом. Я говорю, ну вы понимаете, что вы никого не привлечете с закупщиков? Да, понимаем. Я говорю, а нафиг вы это делаете? И они тогда, только потом, когда-то там, возможно, найдут... Нет, это везде. Да, да, да. Это та же самая бизнес-модель и здесь. Найдут того, который все-таки приведет им закупщиков. Посмотрели, как Украина участвует, обзавидовались. Вот на Галфуде. Ну реально, потому что действительно что-то делают. И причем участвуют вот на протяжении всего этого Галфуда. Они там участвуют. Отошел к концу первый день, подготовительный день халяльной выставки Михас в Малайзии. Сейчас у нас была финальная встреча. Посидели в китайском ресторане, пообщались, поговорили о проблемах развития рынка. Продукция халяль в Малайзии, в России, да и вообще в мире. Посмотрим, как завтра пройдет у нас мероприятие. Смотрим, как продукция халяль компании Халяль будет востребована или не будет востребована на азиатском рынке. Прошлись с маркетингом по магазинам. Смотрели по цене X-Works, пока проходная. Там дальше посмотрим, что нужно для сертификации продукта по халялю. Что нужно для того, чтобы в соответствии требованиям халяля, чтобы стоять на полке, потому что это очень важно в Малайзии. И что нужно для того, чтобы стоять просто с органической продукцией питания. Посмотрим завтра на открытие выставки. Посетим, я думаю, еще какой-нибудь ресторан. Посмотрим в какую-нибудь еще одну торговую сеть. Проведем такой некий анализ. Интересный стенд Индонезии. Наверное, это не только продуктовая выставка, но еще на Мфуд. Здесь есть какие-то туристические компании, которые связаны с халялем. Здесь есть косметика, здесь есть одежда. В этом году здесь проходит какой-то лайфстайл-эвент мусульманский. Потому что Малайзия, Индонезия, это такие мусульманские страны. Вот тут носочки какие-то халяльные. Это халяль? Халяльные соки? Машаллах! Где ты? В Индонезии. Затар. Смотри. Затар. Мед. Это такие стандартные эти, какого, палестинские финики. Это те, которые... Это израильские, которые... Которые огромные, в общем. Вот это королевские финики. Вот это финики, да, которые из Палестин и Израиль. Спасибо. Вот халяль-экспорт, да? Че это? Пинанг халяль? Пихек, который... Это их правда. Салам-Алейкум. Это агрегат для Пинанг? Это Пинанг, да. Это Пинанг, а все 6 компании из Пинанг. Мы здесь, из Пинанг, мы с вами на второй второй экспедиции. Он делает желтин, он делает солнцик. Мы халяль-экспорт из Москвы. В Москвы? Да. Проща. Окей. Окей. Шукрац? Шукрац. Да. Да, Мадык. Выставка Пинанг, халяль. Коллеги наши. Интересно тоже, как бы, думают, как бы импортировать в нашу страну. Но посмотрим, чего они смогут привезти к нам на выставку. Дальше, как говорится, посмотрим. Какая-то недвижимость, в общем. Ну, как я и говорил, да. Малайзийская халмаз, да? Да, я вижу, халал Малайзия. Окей, халяльная недвижимость. А вы мне говорите, что я тут за халяль продукты питания. Вон, халяльная недвижимость есть. И носки халяльные есть. Интернет халяль. Скажите нам о вашей платформе, о том, что это за вас. Окей. Взб.интернет халяль.com Это онлайн-платформа, глобал онлайн-платформа. Для халяльных продуктов и сервисов. Если у вас есть халяльные продукты, то вы можете присутствовать продукты и сервисов на нашу платформу. И мы можем помочь вам вкладывать свои продукты в глобалый аудитор. Вкратце проект запустился год назад. Пока только они начинают. Уже есть филиалы в Канкунде, в Екатеринезе. Надо понять, в чем отличие. Еще одна компания, которая занимается e-commerce. Скажем так, даже не e-commerce, а именно агрегация e-commerce. Я так понимаю, что все делают некую какую-то big data. И потом будут сами заниматься всем. Сейчас сразу заниматься всем. Пойдемте дальше смотреть, что есть еще на выставке. Ну что ты думаешь, есть будущее у таких площадок? Не знаю, они все стремятся стать новым Alibaba. Ну они сказали, а не Google. Да, а не Google. По сути, я даже не знаю. Уже бессмысленно, по-моему, делать новый Google. Ну реально к дистрибьютору байер привлекать, тогда да. Смотри. Смотри, смотри. Че это такое? Шампанское вышло. Hello, what is this? What is this? What is the drink? It's a sparkling, I'm fermented. It's like champagne or not? More champagne. Некий такой виноградный сок в бутылке из-под шампанского, да? Халяль все. И из Испании, значит, это просто платформа какая-то для презентации, магнитная такая. Ну достаточно интересно придумали они. Прикольно. Через два часа, говорят, будет тест. Будет тест. Где ее реклама, значит, может сейчас узнаем, что у них такого прям особенного. Ну вообще офигенно смотрится. Вот это как Маша и Медведь, помнишь? Да, да, да. Это прям вообще круто. Это мне кажется из Сингапура, да, откуда? Откуда-то. Ну похоже на сингапурскую компанию. Хотя вот Жакимовский сертификат у них. Редко ем на выставках, но вкусно. Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Интересная продукция. Такой очень вкусный вкус. Такой, очень такой интересный вкус. Пинус, бисквит. Это бисквит. Угу. Попробуй. Что это? Это просто приготовлено? Эгггерол. Эгггерол. Это эггггерол. Эгггерол, окей. Это из яйца. Эггг и бутер, с сухой. Окей. Это онлайн? Да, онлайн. Окей. Ну, вон они ее делают. Загружают яйца и сразу делают. Прикольно. Окей. Из Москвы. Алейхимсаляму. Директор компании Барака, которая в принципе в России, наверное, не знаю, везде представлена. Да? Да, ну окей. Окей. У них сертификат колодия. Сами? Да. У них сертификат колодия. У них сертификат колодия. Окей. У них сертификат колодия. Окей. Ну, здесь... Кареня, кактейн какая-то. Какие-то страшные штучки тут вот непонятные, да? Никогда так не делайте. Вот так тоже не надо делать. Так тоже не надо делать. Очень страшно. Это вот это Турция, ты говоришь? Финики тоже, но тенисские финики мне очень интересны. Просто правительство Турции, такая застройка, они у них достаточно хорошо поддерживают. Да, кстати, мука из нашего этого, какого, вот именно вот это. Из-за нашего зерна, да, из российского. Вот так и живем, да? Производим огромное количество зерно, а муку допроизводить не можем. Ну, ничего делать. Бразилия. Продюс. Окей. Я так понял, что здесь такое, знаешь, основные продукты сюда так заходят, а вот всякие разные такие супермаркетинговые вещи через мехас идут, правильно, да? Потому что, ну а как, агробанк, что это такое? Агробанк.com.ma, это малазийский, да? Что это за такое? Мукунтик. А, ну это смотри. Значит. Да, ну вот такой банк интересный, значит, на все производственные процессы, что касается агрокультур, значит, производство продуктов питания, они представляют финансирование. Банк халяльный. Базируется на принципах исламских финансов и шариатских стандартов. Значит, Малайзия работает по, по примеру, локал. В Малайзии 50% должен быть локал. И, соответственно, желательно, чтобы это была все-таки компания малайзийская. Что это? Это коконус вода? Да, коконус. Какая-то кока вода, интересно? Это кубики кокоса надеялся. Это лед? Нет, это кубики кокоса. А я думал, это лед? Нет. А я еще так думал, что волос какой-то там. Алейкум салям. Я хочу посмотреть, я хочу посмотреть с вашими людьми. Где ты из-за Москвы? Москва. Да. Маша-ла-ла. Какая-то арабинка? Где ты из-за Москвы? Где ты из-за Москвы? Москва. Москва. Я должен тебе дать мне мою карту. Москва. Москва. Здесь Москва-Палал-Экспо. Это большая аэропортная аэропортная. Москва. В России? В России, да. Это наша федерация. Мы работаем... На сцену надо пригласить завтра. Вы можете прийти в нашу брус? Я буду прийти. Ти-130? Я у меня есть позиция с Суферой. Да, но ты можешь прийти. Я буду прийти с министром. Да, но ты можешь прийти. Я буду прийти с нами. Подошли какие-то ребята, которых встреча с министром. Че-то наговорили. Все у них нормально. Значит, куда-то идут с министром. Несколько раз сказали. Випы они показали бейдж свой. Ну, интересные ребята, конечно, да. Какие-то у них бывают. Как он, слышишь, сказал, говорит, как тебя зовут? Я говорю, Кирилл. Кирилл, говорит, меня зовут Мухаммон. Какой-то там. Как он сказал? Да, да, да. Как же он сказал, что его зовут? Чашлык. Маладийский. Откуда? Омнимал. Они из Ирана их поставляют. И здесь обрабатывают по-своему. И упаковок. Обрабатывают маслом, значит, Black Carlin Seed Oil, черного тмина в финике. Покрывают маслом черного тмина. Ну, в общем, такие продукты. Есть они даже в Америке. Это малайзийская компания. Джулис называется. Значит, вот такая вот. Значит, вот огромная... Огромная такая штука. Ненастоящая. Значит, с продуктами. У них есть какие-то кеки, лимонды. Значит, все халяль сертифицированное. Значит, здесь вот у них есть застряло. Приклеилось. Значит, здесь вот у них вот Хасп сертификация. Малайзийская Джаким сертификация. Сейчас аккуратно поставим. Значит, ПАД-25. Какие-то печеньки, коктейли. Интересные печеньки, которые у нас... Кстати, сейчас набирают популярность вот эти такие печеньки, кейки. Некие такие, значит... Поэтому, ну что, может, приедут к нам на выставку и посмотрим. Это вот вообще всем интересно. Вот компания Nestlé, халяль. А мне говорят, что нет Nestlé халяль. Ничего подобного. Вот сертификат у них малайзийский, джакимовский, да. Достаточно жесткий сертификат. Тут у них какие-то продукты. Мило. Мы, кстати, вчера видели вот в магазине... Хай? Кофе тоже. Даже кофе халяльное, да. А у нас кофе халяльное получается. Мы напишем Nestlé. Nestlé. Почему в Малайзии кофе халяльное у нас нет? Крупная корпорация, да. Но ничего страшного, я думаю, мы к ним обратимся. Посмотрим перекрым. Есть кросс-соглашение между... Различными... Различными тоже российским представительством, малайзийским. Постараемся узнать, как можно больше информации, гадать вас в курсе, как можно получить Nestlé халяль в России. И самое главное сейчас. Макдональдс халяль. А, вот оно, на самом деле, Макдональдс халяль. Не только в арабских странах, но вот еще и в Малайзии. Да, потому что Малайзия тоже мусульманская страна. Значит, я так понимаю, что они здесь просто брондируются, да, и стоят именно как этот, как его... Вот, если честно, я никогда не ел этих, как его, Big Mac'ов. Вот вообще никогда, потому что они не халяльные. Я только ел. Я только ел. Где бургер? Так, вы производите халяльные, макдональдсы и стаканы для... Да, и мы сомневаемся к Макдональдсу. Я думаю, что они это тоже делают. Натабалскатанат. Они, короче, сходят с ума по кокосам, да? Да? Ну, пусть с баба. Ну, у нас сложно с этой историей. Я думаю, им сложно будет как-то помочь. Ливхаус. Ну, пойдем назад на наш стенд, да, там. Саид сейчас пойдет по выставке дальше. Немножко отдохнем. Икав. Икав. Пойдем в том направлении. Смотри. Это самый вонючий фрукт. Это тайский, который? Да. Его не в кожу, а они уйдят. А. Но у нас тайские фрукты не очень хорошо идут. Когда он в вакууме, он не смеет? Да, он не смеет. Но это я не могу гарантирую. Да. Ну, пойдем. Это, кстати, тема такая, слышишь, что ты приходишь разговаривать с ним тарабу, он тебе начинает жизни учиться. Вот это вот прям... Они почему-то делают себе финики из тарелки сердца. Вот именно вот они такие. Почему-то я не знаю. Почему? Ну, вот. Ведут переговоры с Казахстаном по открытию платформы на двух языках. На казахском, на русском. Интересно, сколько мы прошли выставку. Значит, по одному направлению мы общались с самым большим количеством это маркетплейсы. Видимо, все поняли, что надо делать что-то в интернете. И, как говорится, уже, значит, ну вот не получается. Есть какой-то журнал в Малайзии. Дальше. Ну, как-то так вот. Интересно, в принципе. Какие разные продукты. Все такое азиатское. Азиатщина такая прям интересная. Да, кстати, продукты 100+. Что такое 100+. Это какой-то азербайджанский, да? Это флагчейн. Я даже не знаю, что это местная. Это не Элька. Крутки сверху. Я Аямаз. Ну, такое все стандартное. Окей, все понятно. В принципе, понятно, зачем на выставке находится. Интересно. Все. Сладости разные. Вот такие вот примерно. В общем, так вот. Значит, у нас в России чай с бромом, а в Азии чай с... С Танкат Али. С Танкат Али, да. Которые. С Танкат Али, да. А, кстати, говорят, что у нас Танкат Али, который распространяется, он просто Виагра. Как-то так. Значит, вот поэтому столько много азиатов, потому что пьют чай с Танкат Али, а мы пьем с бромом. Это второй день в Малайзии. Выставка Мехас. Сегодня рассчитываем встретиться с одними большими ДАТО. ДАТО – это уважаемые люди. Тут есть такое определение по статусам. Инвесторами будем разговаривать по выводу компаний на этот рынок. Что для этого нужно. Какие у них есть варианты. Ну и, в принципе, будем общаться с компанией по матчмейки. Устретимся с представительством Матрейд. Матрейд – это торговая организация. Объединение Малайзии. Встретимся с сертификационным центром Джаким, которые пускают сюда вообще всю продукцию халяль. Ну и будем как-то взаимодействовать с компаниями, с которыми ранее договорились встретиться на нашем сайте. Второй день на выставке Мехас. Малайзийская халяльная выставка. Значит, сейчас уже вот 10 часов. Выставка только открылась. Уже у нас идут переговоры на стенде. И сейчас ждем очередных гостей по матчмейкингу. Также вот сейчас мы пошли на стенд Матрейда. Матрейд – торговая организация. Будем с ней обсуждать вопросы взаимодействия между выставкой Мехас и халяль-экспо Москва. Поэтому мы вас очень ждем 16-18 ноября в КВЦ «Сокольники» 2017 год на выставку «Халяль-экспо». Только продукты питания халяль. Идем? Все. Отлично получилось. Только что подошел заместитель министра к нашему стенду. Заценили нашу продукцию. Заместитель премьер-министра. Второй человек государства. Вот. Конечно, в это время у нас отошли наши уважаемые стендисты. Но ничего страшного. Давай камеру. Субтитры создавал DimaTorzok Ну тогда вам надо попробовать. Я уже пробовал. Для русского человека буду пробовать. Это немного спайси? Спайси, я просто спайси, я сюда уже сделал. Это спайси? Ммм. Декольное. Но нет МСД или дровый стрем, это все анчуфи и хит. Жесть. Маленькая ложечка. Это маленькая ложечка, просто на наш вкус эта история нормальная. Не, нормальная. 1 кг – это 1,500 ринггет. Давай, Толь, тестируйте у нас по кофе. Кофе – это какашка. Да? Блако слоновик лечит или маленьких таких товарищей. Есть, да, типа кошки такие симпатные кошки. А, это которые эти. Нет, такое мы не хотим. А что он так спрашивает? А потому что никто не боится, все боятся попробовать. Самый дорогой кофе. Так мы же не с той культурой. Я как бы какашки не ем. Вот такая жизнь. Он говорит, это не какашки, это самое дорогое кофе. Самый дорогой кофе в мире. Ну, мы не такие, скажем, богатые, чтобы покупать такие дешевые вещи. За дороги. Ну, лучше бы там, вот, голубь. Это килограмм, или полторы тысячи. Сколько он сказал килограмм стоит рейнер? Тысяч семьсот? Тысяч пятьсот или пятнадцать тысяч? Тысяч пятьсот. Тысяч пятьсот. Это получается двадцатка почти. Двадцать тысяч рублей килограмм. А если их еще добавить соком с золотом, этих кошек? Смелл как баунти. Да, это как мапамин. Но это это сябрь из кучи лиф. Интересно, да. Пахнет как баунти, да? Не замечаешь? Это сябрь из кучи. И вот этот, если мы попробуем, это сябрь из кучи лиф. Так что, когда ты пьешь это, ты будешь расслаблен, и для списти. Как мято? Интересно. 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 И вот он так вот выглядит на картинке, на маркетинг-картинке. Вот чай какой-то из фиг. Впрочем, все из фиг. И предложили нам чай с какашек. Точнее, кофе с какашек за примерно двадцатку за килограмм. Двадцать тысяч рублей за килограмм. И все стоят боятся попробовать этот кофе. Все только нюхают и пытаются не смеяться. Но они ничего не получают сегодня. Да? Поэтому ждем в Москве кофе с какашек. Двадцать тысяч рублей за килограмм. И получается двадцать тысяч рублей за килограмм. Кофе. Пахнет как кофе. Пахнет как процесс и все, чтобы вы можете установить кафе-чейн в своем стране, Халалан-Тойбан, с большим концептом. Пахнет как кофе. Кофе, который вы пьете прямо сейчас, будет брызгать перед клиентов. Не брызгать перед баром. Бариста придет в front of you и брызгать кофе в front of you. Это будет около 7-10 минут. Пахнет как кофе. Это будет для шоу-шоу-стинктиц. Прикольный кофе. Классный парень. Саид. Саид? Да. Парень Саид. Классный мужик. Рассказал нам про свое кофе. Саид. Саид Салам, русские люди. Салам русские люди. О, все нормально в общем. Здравствуйте. 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 Это называется хай. Вяк, привет, здравствуйте, это как хай-хелло. О, я понимаю. Окей. Окей. Значит, кофе из макаки, как я уже говорил. В макаке есть какой-то большой кошки. Это там все в Индонезии. В общем, это все в Индонезии. значит и популярна в китае в японии значит и в америке значит один из самых дорогих кофе в мире вот это не писать бренды их все значит как это все называется у них короче тема франшизная они открывают маленькие как кофейни да вот они все эти их кофе до один кайт слайк или кофе но есть готовый продукт полностью готовый продукт разработанный киоск концепт так что если кому нужна франшиза можете написать нам на почту мы вас контактируем с мистер сейдом вот так и живем классная продукция интересная ребята значит кофе называется левак то есть ну как бы это левак вообще просто ну как еще что за продукт красивые печеньки с шоколадом шоколадом а компания которая пытается ставить больше значит вот еще какие-то интересные штучки кофе капучино продукция какая-то агробанк значит этот банк который работает по исламским принципам с него дает деньги в кредиты в рост и так далее работает если у вас есть если вы местный малазиец либо у вас есть в компании 50 процентов local партнера ну что-то типа как работают компании во фризоне в эмиратах там в арабских странах и так далее все корица для защиты населения знакомая история с голфуда табличка вот как-то так какие-то лолипопы интересные уже никого нету вот зашли на конференцию как настоящие россияне перепутали места посвистели что-то покричали сделали нам замечание ну прям как будто дома на конференции поэтому такие классные деревья да ребята у вас там зима зима ладно в общем мы тогда еще хотим записать несколько видео самой выставки плюс мы еще хотим записать видео с именно торгового центра где продуктовые магазины нам это очень интересно потому что мы так работаем над этим я бы думаю что кому-то бы это бы был тоже интересно не присосит расширять в общем этот второй день подходит концу достаточно интересные переговоры переговорились кучей разных да то очень серьезных людей на самом деле продукты имеют свою стоимость здесь российские то очень вкусные по вкусу реально люди как бы хотели бы такие покупать причем по цене но вы посчитали нормально может пройти и не значит так все боятся ну ладно бокс значит вот такой вот конвекшен центр такой конвекшен центр вот значит я думаю что в принципе интересные вот такие деревья очень классно зелено влажно бегают все прям супер вообще только мы короче идем по беговой дороге это в общем башни петро нас из напитка кола из черного тмина полы черного тмина блэксит дринг вот так это все выглядит вот такая вот история что такой ящичек а какая цена у него в местном маркете 3 местных турика 3 турика это 12 7 это сколько у нас получается 3 6 рублей цена в местном супермаркете сейчас переговорим с директором данной компании продукты саузовской арабии саламу алейкум саламу арахматулах арахатул пожалуйста представьте себя, ваш позицию, название и что особенно в вашем продукте окей, это Мохаммад кубайси я из Алмаммун, интернациональный трейдинг ну что можно сказать интересный продукт планирует еще запуск дополнительной линейки со вкусом граната со вкусом меда единственное будет немножко подороже что такое блексит? плексит это черный тмин черный тмин относится к так называемой пророческой медицине то есть пророк Мохаммад говорил про пользу черного тмина но как сказал сам производитель они не акцентируют на это внимание но в любом случае лучше будет пить такой напиток нежели колу когда не знаешь даже из чего она состоит в принципе еще полтора часа до окончания выставки но многие компании уже собираются есть компании, очень интересная компания очень вкусная продукция всяческая мороженая, кокосовая у них не так много видов но все очень качественно и вкусно вот в принципе попробуем немножко мороженого вот оно у меня здесь я вам напишу свои впечатления позже значит они партнеров смог развивать их франшизу сладости сладости нужны в России не хватает сладостей очень холодно нужно вот такие нам большие чупа-чупсы нужны людям чтобы жизнь казалась плохим не хватает спасибо это халал сертифайд? чупа-чупс халал сертифайд? нет так как такие большие чупа-чупсы могут быть халал сертифайд? они не подходят в твоей голове это пакет это пакет это пакет это пакет это пакет я думаю это пакет это пакет вот мы и пришли на выставку исламик лайфстайл такой вход такие девушки встречают тут достаточно много народу узкие ряды чтобы этого народу казалось еще больше вот такая зона тут будет проводиться по всему показ вот люди уже сидят издавание локальное которое тестирует малайзийский рынок для себя интересные сиропчики для хорики ну прикольный брендинг хотя брендинг не суть потому что это все-таки продукт для хорики и как бы оно не этот как бы то ли уже что-то подрезал нет я просто хотел показать вот продукция чем отличается в общем и местная местная от нашей вот сколько шоколада внутри это кстати а я вам расскажу что такое шоколад шоколад это часть пальмового масла ну чтобы он был сладкий и вкусный как бы надо в него что-то добавить кроме какао-бобов и а у нас пальмовое масло это же радиация там и так далее на самом деле все у нас этот как какие-то ходят до то уважаемые люди кстати очень много провели переговоры подписали какие-то мы меморандумы значит законтачивались с новыми партнерами договорились о сотрудничестве с торговой организацией нашли нескольких байеров интересных для компании ну интересные они будут ну нашли интересных байеров для компании если они будут интересны значит они у нас закупят при этом на выставку еще чуть купят и вообще к нам будут ездить все время да увеличим количество вот хлопья да это не хлопья это это из окей окей не боюсь окей что-то все боятся ну как всегда это же этот как его ну почти почти как у нас почти как у нас да тут короче почему-то упеб типа не убер а упеб мелака какая-то мелака тут что-то какие-то эти я понимаю еду раздают зачем они это делают зачем раздавать еду помимо того что они уже продают цену поставили да ааааа понятно ну все пойдем тогда отсюда флибаба вот они все главные дату значит вот мы с ними фоткались да аладдин стрит манчестер юнайтед кстати в москве открыли офис аладдин стрит сейчас мы посмотрим что это будет будет ли это очередной салам волк который до сих пор наверное работает или это будет нормальная тема посмотрим вот когда мы с ними общались они сказали что они один из партнеров манчестер юнайтед ну что-то я как-то футбол не смотрю я после ты знаешь я вот после детства вот футбол вот не смотрю он бокс смотри какие кстати эти тоже это да это монстр это тот же самый это тот же самый да поки монстр по моему это он я там нашел короче на другом этом стенде я нашел этот как его аааа спрайт какой то фанта вообще прям один в один короче спрайт фанта только они это не спрайт фанта чан руян хок хан группа малэйсия чан фан хан видимо да нет это ребята я к ним вчера подходил спросил почему яйца халяль халяль и если яйца харам они смогли дать ответ я им сказал я им дам день по размышлению ну может сейчас подойдем давай давай я знаю ответ просто секс ну ты пришел к ответ для манчестер для манчестер не будет полезен но если вы добавляете на манчестер его уже разобьют и вот желток белок они уже короче они он не знает просто скорее всего и я насколько понимаю что изначально Джаким вообще рассказали что не надо кормить костной мукой курицу здесь что-то на руках пишут смотри что-то делают что это? диагноз 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 для что? для халал? нет диагноз ДНС 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 кстати Зилзар обещали халеду завести на свою платформу вот пожалуйста например еду себе нормально комфортно а потом тебя в больнице находит вообще кошмар переходим дорогу он едет оказывается причем это не проезжая часть а мы вечером поехали в район рабочий там где печать я говорю Саид куда ты едешь? мы же по встречке только это нормально представляешь нормально я думаю ну ладно поехали нам нужно 300 на обычной бумаге приносит в дизайне распечатывать что-то хотели лифлет какой-то нам нужно 300 штук на обычной бумаге окей хорошо я вас понял это будет час мы такие все ну давай принеси мы согласуем дизайн согласовали можно ли это обрезать он на нас смотрит так как этот типа не понял я говорю мы можем это обрезать о нет это говорит вообще что-то непонятное сказал я даже если честно не помню потом мы ему говорим вот это говорит бумага он я вам говорит на глянце за ту же цену сделаю я говорю хорошо делал на глянце он приносит эту бумагу говорит я вот так вам сделаю а если на глянце будет дороже там на 30 процентов я ему говорю дружище тогда делал на глянце 100 штук он такой остановился затупил тогда говорит этот cancel мы ему говорим какой cancel сделай на такой-то бумаге 100 штук я говорю ты хочешь сказать что типа нам нужен новый дизайн тебе прислать он говорит да я ему говорю ты чё сделай этот он такой ладно хорошо я вас понял а говорит а че 300 я говорю что сделаю а те 300 cancel какие им давно cancel уже ну вот так и живем на самом деле мы вчера были в китайском ресторане это было что-то с чем-то мы мы на чай не могли полчаса мы хотим джинджер ти джинджер ти это это сын берем чай значит она нам говорит значит окей приносит сверху это короче сделает настругали настругали и вот вам чай и сразу наливают и вода и вода еще вот так она такая посмотрит ага пошли что-то там нарезали вышел шефовар смотрит на нас стоит мы просекли уже что с нами как-то уже по-другому общаются еще раз мы просили поменять способ приготовления чая только на седьмой раз они его заварили и то мы говорим нужно чтобы он постоял пять минут она говорит окей пять минут понятно встала за нашей спиной стоит смотрит да секунд тридцать она начинает наливать ну то есть пять минут уже прошло мы что-то заказали она еще не принесла приносит счет и смотрит и каждый раз в него дописывает и ждет наверное что мы и оплатим не знаю мы еще там сидеть собрались давайте в общем нашли продукт ну 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 здесь что у нас орех в финике и в шоколаде шоколад темный я перепробовал в свое время очень много таких вот фиников в шоколаде финики в шоколаде они не вкусные но это очень вкусные давай я тебе верю давайте держи ты сам дальше распадай без меня очень большая если честно не знаю мне очень понравилось пальмы много ну там не пальма там кокос ну тогда ладно тогда вообще никаких вопросов нет цена у них хорошая информация будет в соцсетях но они перерываются полка палка которая всем салям это Кирилл и Толя значит побывали мы на выставке в Малайзии Мехас в принципе интересная выставка обещают что она будет расти выставка не только продуктовая еще там у нее лайфстайл есть какой-то там внизу был значит какие-то там фильмы они маркетплейсы у них ну в общем такая выставка некая халяльно-мусульманская скажем так так ты что думаешь насчет выставки я думаю что выставка определенно будет расти учитывая новый менеджмент который раньше организовывал военные выставки поэтому у них есть определенные связи но вообще выставка интересная в принципе я думаю всем участникам халяль рынка будь то там одежда косметика продукты питания в общем есть что посмотреть есть что показать я думаю стоит упомянуть то что мы подписали соглашение с организаторами выставки Мехаса о том что их представитель будет на нашей выставке то есть у вас будет возможность прямая подойти расспросить какие-то вопросы то что вас интересует по участию выставки и уже может быть так сказать принять решение окончательно ехать или нет в Малайзию да ну в следующем году мы будем делать большой стенд СНГ по продуктовым компаниям по другим пока не думали об этом но на самом деле там и для одежки и для российской есть вообще такой достаточно потенциальный рынок у нас цены проходные единственно по одежке наша одежда дорогая для них но вот еда еда нормальная цена то есть можно значит примерно схема работы у них точно такая же как у нас та же самая история единственное у них даже больше некие там дистрибуторы развиты чем у нас у нас же повымерли в основном все дистрибуторы а у них еще остались вот есть там своя иерархия да там уважаемые люди да то да то да то сри там сри и туны значит эти люди тоже принимают решения как вы понимаете не просто так как участвовать в ритейле именно как уже заходить в сети но это я думаю что не проблема у нас есть репрезентатит офис да то есть у нас есть представительство там мы можем помочь вообще по всем вопросам вам да даже можем туризм организовать что нет господи у нас есть товарищ который занимается этим уже восемь лет проводит там из СНГ возит туда туристов вот надо остерегаться только трансвеститов если кто едет туда не просто так трансвеститы везде ребят ждем вас на нашей выставке Москва Халяль Экспо которая будет 16 по 18 ноября в КВЦ Сокольники ждем вас на нашем мероприятии успехов роста всем подписывайтесь на наши видео пишите комментарии будем на связи